Действительно, один из самых главных вопросов, который обсуждает российское общество, наши граждане, представители общественных организаций, партии, это законопроект, принятый в первом чтении в Государственной Думе о поправке в Конституцию Российской Федерации, который был внесен президентом Российской Федерации. Эта инициатива президента получила поддержку нашей фракции при голосовании закона в первом чтении, потому что мы считаем принципиальным необходимость изменения Конституции, о которой мы говорили в 90-е и 2000-е годы и подготовили целый ряд предложений. Но мы считаем, что ко второму чтению нужно серьезно провести ревизию этого документа. Уже во фракцию КПРФ в Государственной Думе поступили сотни поправок от граждан, поправки от представителей юридического сообщества. Мы считаем, что этот документ во втором чтении должен быть серьезно переработан и поддерживаем решение Совета Думы о том, чтобы срок направления поправок был продлен до 14 февраля, чтобы можно было очень глубоко обсудить эти предложения. Мы с Олегом Николаевичем Смолиным представляем наших избирателей, нашу партию в рабочей группе, созданной президентом по разработке поправок и проводим эту работу. Мы считаем, что действительно Конституция требует серьезных изменений. Если посмотреть на настроение граждан, то многие хотят, чтобы Конституция стала более социально ориентирована. Мы помним, как принималась Конституция 1993 года. Расстрел Верховного Совета, фактически незаконная узурпация Ельцином власти в стране, да и сам порядок голосования говорит о том, что даже по официальным данным эту Конституцию поддержала не более трети граждан нашей страны. Конституция 1993 года – это Конституция реставрации капитализма, это Конституция суперпрезидентских полномочий, которых фактически нет ни одного правителя в мире. Конституция 1993 года – это фактически Конституция приоритета норм международного права над национальным законодательством. Интересно сравнить две Конституции – нынешнюю российскую и советскую. Конечно, с точки зрения поддержки граждан Советская Конституция в разы опережает нынешнюю российскую. Но ключевая позиция, которая была заложена в Советской Конституции – это социальная поддержка граждан. Этого нет в нынешней Российской Конституции, и даже те нормы, которые присутствуют, они часто являются формальными. Что ждут граждане нашей страны от Конституции? Они ждут защиты от нищеты, они ждут защиты от безработицы, они ждут защиты от страха не иметь будущего себе и своей семьи. Мы считаем, что во втором чтении нужно принять целый ряд ключевых поправок. Мы их уже разработали, внесли в рабочую группу и будем вносить на заседание Государственной Думы. Но есть 11 ключевых предложений, которые должны быть отражены в новой редакции Конституции. Главное, ключевое положение, которое должно найти отражение в Конституции – это недра, которые должны служить интересам народа. Девятая статья Конституции Российской Федерации говорит о том, что природные ресурсы и земля могут быть частными. Если посмотреть в европейские и мировые конституции, такого положения нет ни в одном документе. Мы подробно это изучали. Мы видим, какой шок население России испытывает от той пенсионной реформы, которая была принята Государственной Думой и которая действительно нанесла серьезный ущерб населению. Мы считаем, что мы должны закрепить в Конституции неотъемлемое право и четкое обозначение пенсионного возраста выхода на пенсию. Это 60 лет мужчины и 55 лет женщины. Мы поддерживаем инициативу президента об индексации пенсий, но считаем, что мы должны прописать периодичность индексации не реже, чем один раз в год и величину не менее, чем на рост индекса потребительских цен. Причем индексация должна происходить не только пенсии, но и стипендии студентам и социальных выплат. Мы считаем правильно, что минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже прожиточного минимума. Но все прекрасно понимают, что нынешний прожиточный минимум – это очень низкая величина, на которой практически невозможно прожить. Поэтому считаем, что прожиточный минимум должен быть достойно обеспечивать право человека на жилье, право человека на питание, право человека на транспортные услуги, на одежды. Мы считаем, что нужно установить минимальный размер оплаты жилищно-коммунальных услуг от совокупного дохода семьи не более 10%. Есть необходимость и серьезного действительно укрепления институтов парламентаризма, и целый ряд положений есть в поправке, которая была принята в первом чтении. Но мы настаиваем на то, чтобы ввести в Конституцию понятие парламентского расследования, парламентского контроля и парламентского запроса, как одной из форм противодействия коррупции и злоупотребления чиновников. Мы настаиваем на выборности Совета Федерации. Совет Федерации получает дополнительные полномочия, очевидно, что он должен не формироваться, а избираться всем населением нашей страны. Мы видим целый ряд предложений от граждан о необходимости судебной реформы, и как первый шаг к этой судебной реформе необходимо рассмотреть возможность выборности судей мирового, районного и городского уровня. Очень важно, что в поправке отражено положение, связанное с органами местного самоправления, истраивание органов местного самоправления в единую систему публичной власти. Но без финансового наполнения их полномочий мы проблемы, которые стоят перед органами местного самоправления, решить не сможем. Мы считаем, что действительно правительство и отдельные чиновники правительства, заместители председателя правительства, министры, руководители федеральных ведомств должны иметь возможность, Думы должны иметь возможность выражать им недоверие. И поддерживаем идею о том, чтобы на представителей высших руководящих органов распространить запрет на то, чтобы иметь гражданство или вид на жительство. Но совершенно очевидно, что мы считаем необходимо распространить это и на близких родственников, тех, кто декларирует вместе с должностным лицом имущество. Будет странно, что если чиновник не имеет гражданства и виды на жительство, а его жена имеет такое гражданство, дети живут за рубежом, что четко говорит, что этот чиновник служит государству. Потому что фактически он вместе своей семьей и вместе со своей семьей за рубежом. Еще один очень важный аспект, о котором необходимо отметить, это, конечно, вопрос, связанный с необходимостью закрепить в Конституции Российской Федерации государственно образующую роль русского народа. К сожалению, за последние 20 с лишним лет русский народ уменьшается, исконно русские земли вымирают. И в нашем огромном многонациональном государстве дружба народов является ключевым, но русский народ должен быть государственно образующий. Мы считаем, что тот процесс, который начался, он должен пройти очень содержательно. Сегодня опубликована статья лидера нашей партии, Геннадия Андреевича Зюганова. России нужны Конституции справедливости и правительству народного доверия. В ней отражены ключевые направления нашей работы. Но хотелось бы отметить, если во втором чтении мы не сможем добиться принятия ключевых поправок, то считаем, что необходимо продолжить конституционный процесс. Наша фракция разработала законопроект о конституционном собрании, который, к сожалению, с 1993 года так и не был принят Государственной Думой. И не исключаем возможность проведения референдума Российской Федерации, как это заложено в Конституции Российской Федерации.